Русские новости 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 И объявлять конечное решение, с которым суд соглашается. Почему? Просто потому, что так хочется судье. Либо лень разбираться во всем этом, поэтому судебные процессы затягиваются на годы. У меня есть тоже в практике судебный процесс, который длился 8 лет по поводу того, где стоит забор, а стоял он до этого 40 лет. И 8 лет тот же Красногорский суд в лице председателя суда, а вот последнее мое дело это исполняющий обязанности председателя суда, суд в первом случае тянулся 8 лет. Во втором случае он тянулся полтора года, но завершился практически мгновенно. Без всяких обсуждений, без всяких сомнений в том, что фальшивый эксперт написал фальшивую экспертизу. Нет, прекрасно знает судья, что экспертиза фальшивая. Доказательства этому представлены. Но потом идет круговая порука. И в апелляционной инстанции, и в касационной инстанции там дело просто не читают. Так же, как и остальные суди. Их дело не интересует. Их интересует обвинительное заключение, причем не важно, что там написано, главное это выводы. Никто не читает обвинительное заключение. Им важно в экспертизе, выводы экспертов, все остальное абсолютно не интересует. И в приговоре никаких доказательств вины мы не увидим. А только ссылка на мнение экспертов. Эксперты якобы доказали. Но в случае с присвоением собственности, якобы эксперт доказал, что там все в порядке, и так оно и должно быть. Мошенники должны торжествовать. Или в случае 282 статьи, или всяких разных измышлений по поводу экстремизма, тоже важна финальная часть. Важно, за что обвинили, и важно, что сказал эксперт. Эксперт сказал, правильно обвинили. И тогда никакие доводы не используются в защиту подсудимого. Никакие. Альтернативная точка зрения не признается, просто так не признается, не вникая в детали. Даже разъясняя устно суду, что это неправедное решение, которое подготовлено. Экспертиза абсолютно фальшивая. В экспертизе нет ни тени научности. Судье наплевать. Вот так же, как судья Рудакова, который осудил Юрия Якишева на полтора года реального срока за статьи, которые опубликованы несколько лет назад и давно уже забыты. И они продолжают висеть в сети. Это никого не интересует. Главное утащить человека за решетку. А возбуждают статьи, которые он опубликовал или нет, какую-либо там межэтническую рознь. Никого на самом деле не интересует. Это месть. Вот слово «жидовствующее». Нет бы эксперту открыть энциклопедию и посмотреть, что такое слово «жидовствующее». Есть это слово во всех энциклопедиях и во всех словарях. Но ведь эксперту поставлена задача не выяснить истину, а просто подкрепить обвинительное заключение. И не случайно в каждой экспертизе, практически в каждой экспертизе указывается обстоятельство дела. То есть экспертов специально знакомят с обстоятельствами дела и с обвинительным заключением. То есть эксперты, совершенно не имеющие никакого отношения к следственным действиям, знакомятся с выводами следствия, которые вталкиваются им в голову. И фактически эксперт подгоняет под ответ всю свою деятельность, всю свою экспертизу. И документ фактически фальсифицируется с самого начала, с постановки вопроса. Уже сами вопросы, которые прокуратура или суд задают эксперту, показывают, что сами эти люди некомпетентные, не желающие ни за что отвечать, потому что они лингвисту задают вопросы. А нет ли возбуждения к какой-либо расовой или религиозной группе? Для того, чтобы лингвист мог ответить на этот вопрос, у него должна быть хоть какая-то подготовка по части религиоведения, или по части антропологии, или в случае политических процессов по части политологии. И вот сейчас процессы происходят, связанные с тем, что заранее следствие начинает свое действие, или постановление о возбуждении уголовного дела возникает сразу с первой строки, когда фиксируют возбуждение розни, прислушайтесь, социальной группе российской или представителей российской государственной власти. Представители возбуждения розни к группе представителей. И в эту группу включают все, что угодно. Чиновников, депутатов, президента, членов правительства, вообще всех подряд, полицию, ФСБ и так далее. Якобы все это социальная группа. Что свидетельствует для нас? В стране произошел государственный переворот, сформировалась обособленная, так называемая, социальная группа, которая видит свои обособленные интересы, отделяется от всего остального общества своим собственным групповым самосознанцем. И суды подкрепляют все. Это деяние незаконное. Незаконное формирование, фактически с помощью захвата власти, своих обособленных социальных интересов. Уже социальных интересов, не интересов службы. Есть полно всяких там концепций и всяких деклараций нравственного достоинства судьи, сотрудника полиции и так далее, сотрудника государственной службы. Но это не имеет никакого отношения к реальности. Никто не собирается соблюдать всех этих нравственных диспозиций. А уж закон не соблюдает вообще никто. Поэтому действительно сформировалась преступная группа, точнее преступный слой. Он, конечно, не социальный, а асоциальный. Так же, как и большевики, захватив власть, сформировали советскую и партийную номенклатуру, партхозактив, как иногда называли. И в эту партноменклатуру, партхозноменклатуру рекрутировали все более отпетых подлецов. Отчего и рухнула государственная власть в Советском Союзе. И никто не стал ее защищать. Ни предатели в КГБ, ни предатели в МВД, ни предатели в армии. Вообще никто. И вся 18-миллионная партия отказалась от защиты национально-государственных интересов. Чем и подтвердила свою асоциальность и антигосударственность. И сегодня мы видим не у большевиков во власти, которые провели ту же самую операцию над страной, присвоив национальное достояние и вывезя по большей части его за рубеж. Сейчас Панамское досье вскрывает все больше и больше фамилий. Нам, конечно, об этом по телевидению не рассказывают, потому что за рубежом-то знают все махинации. И здесь знают, но просто не обнародуют, чтобы, не дай бог, не затронуть всю эту подлую систему. Они все это оправдывают якобы государственными интересами. Вот если мы дернем всю эту подлую номенклатуру из власти и посадим за решетку, это приведет к распаду государства. Это приведет к восстановлению государства, потому что как такового государства в Российской Федерации нет. Есть слой вот этой парт-хостноменклатуры, нового образца. И они истязают нашу страну, и они сажают наших граждан в тюрьму. И вот в своей книге я здесь описываю ситуации, связанные с новым делом полковника Квачкова, которое прошло и привело к дополнительному сроку, который ему приписали. Это абсолютно бесстыдный приговор Приволжского военного суда под руководством судьи Леднева. Тут, к сожалению, опечатка у меня допущена. Я написал Леденева, на самом деле Леднев. Здесь есть описание дела Кирилла Барабаша. В целом дело ИКПР ЗОВ я, к сожалению, не смог освоить, потому что меня не пригласили к экспертной деятельности адвокаты. Почему это произошло, я не знаю. Но, тем не менее, по одному из дел, по Кириллу Барабашу, по 282-й статье я выступал. Он был признан виновным, но приговор не был связан с лишением свободы. Но тут же возбудили другое дело, привлекли его по делу ИКПР ЗОВ и заключили в тюрьму. Сейчас приговоры должны быть обжалованы в апелляционном порядке. Скорее всего, в декабре это будет происходить. Но понятно, какие приговоры выносят апелляционные инстанции. Никогда не выносят в пользу заключенного или в пользу осужденного. Ну, фактически заключенного, арестованного, заключенного, содержащегося за решеткой. Также и с Юрием Якишевым, который отсидел полтора года, фактически все полтора года под следствием. Апелляция ему снизила срок содержания в местах заключения на один год. Вот он вышел и в этот же день был арестован по новому делу. На самом деле, по старому делу. Вот какая подлость. Они сначала возбудили дело по четырем статьям и одной картинке. Потом две статьи они убрали и они каким-то образом рассосались из обвинительного заключения. Там какие-то перекладывания постоянно бумажек происходило в суде. А Юрий Якишев находился в это время за решеткой. И картинка куда-то исчезла. Я написал свое экспертное мнение, мнение специалиста по всем этим экспертизам, по всем этим статьям. Но первичные экспертизы были отодвинуты в сторону и новая экспертиза только по двум статьям. А теперь, как мы получаем сведения, возбудили уголовное дело по картинке. Ну там уж совсем бред сивой кобылы был написан в том деле, в той экспертизе, которую я рассматривал. Я в подробностях описал не эту картинку, не обсуждая, рисовал ли эту картинку Юрий Якишев, размещал ли он ее. Мне это неизвестно. Мне показывают картинку и говорят, вот экспертиза по этой картинке. Эта картинка возбуждает межнациональную рознь. Она возбуждает рознь и ненависть к евреям. Я смотрю на эту картинку и вижу только русский лубок. Больше ничего. И причем эта картинка, бог знает какого года, скорее всего, начала 20 века. Я рассматриваю экспертизу. Мне нет необходимости описывать картинку, она ясна любому здравомыслящему человеку. Но я читаю экспертизу и вижу такой горячечный бред, который, наверное, свойственен высшему руководству нашей страны, потому что иным объяснить их деятельность невозможно. То есть это не просто подлецы, негодяи, воры, изменники, но это еще и люди, у которых извилины, видимо, совсем сгладились в мозгах. Ну, есть такая иллюзия, что чем больше извилин, тем якобы мышление человека глубже и человек умнее. Ну, условно будем считать, что это такая метафора. И вот эта глупость, она оказывается сопутствует подлости, сопутствует измене. Почему? Ну, потому что измена и подлость, измена и воровство съедают мозги, съедают интеллект. И вот те люди, которых мы видим по телевидению, и о которых нам рассказывают как о лидерах нации, о успешных политиках, это люди совершенно лишенные уже рассудка. Они уже больны, их надо проверять не на детекторе лжи, они лжецы, и так нам не надо никакого детектора. Мы и так понимаем, что они лгут каждый раз, когда открывают рот, и даже когда сообщают достоверную информацию, целью является обман граждан. Но мы видим и людей, которые уже совсем лишились интеллекта. И вот эта картиночка, которая появилась в сети, Дмитрий Медведев там пытается как-то в цепочку стать с другими лидерами государств, которые собрались на очередной бессмысленный саммит, и путается в руках, и в конце концов вот эта цепочка выстраивается. Все люди как люди, один Медведев только запутался в своих руках, и вот кто-то написал, опубликовав эту картинку в сети, это как бы вот образец битой хромосомы. Битый фрагмент, вот он выглядит именно так, вроде как все фрагменты цепляются правильно один за другой, но вот одна хромосома как-то встала криво-бока-криво-косо. Ну действительно это показывает, что произошло что-то с интеллектом. И отбирают во власть именно таких людей, но не случайно же назначают на высшие должности именно по принципу, чтобы ни в коем случае человек не имел опыта деятельности в этой сфере. Если социальная сфера, обязательно назначают человека, который не занимался социальной сферой. Если это Министерство обороны, то непременно того, кто никогда не служил в армии, вообще ничего не понимает ни в военно-технических, ни в стратегических вопросах, ни в управлении армейским организмом. Если это экономика, обязательно берут какого-нибудь эффективного менеджера, который никогда ничем эффективно не управлял, вообще не понимает, что такое задача управления. И слава богу, если он до такой степени тупой, что он просто не способен управлять, тогда за него управляют другие, как это случилось с Сергеем Кириенко. Вот он управлял, якобы управлял Росатомом. Теперь, слава богу, его переправили в администрацию президента, пусть там управляют, ну действительно, тупой еще тупее, пусть они в этой иерархии и управляют. Но беда в том, что вот этот переворот, заговор тупиц убивает интеллект всей нации. Страна неуправляема. Криминал вышел на большую дорогу и грабит нашу страну таким образом, что вот эти воры, разбойники, они становятся олигархами, весьма уважаемыми людьми за то, что у них огромные капиталы. Не имея ни образования, ни опыта, ни успехов в тех задачах, которые необходимо решать при управлении большими производственными коллективами, или большими активами, или финансами, не имея ничего ровным счетом, эти люди становятся хозяевами жизни. А людей с интеллектом, с гражданским самосознанием, они сажают за решетку, вот так, как посадили Юрия Екишева, полковника Квачкова Владимира Васильевича, Кирилла Владимировича Барабаша и многих других. Не все попытки уничтожения наших граждан, лучших граждан страны являются успешными. Некоторые вот здесь описаны попытки, которые не закончились успехом вот этих мракобесов, которые находятся у власти. Но все-таки, по большей части, если ФСБ получает задание посадить кого-то, то уже не важно, по закону, не по закону. Они всегда используют только методы беззакония. И мы должны точно знать, что все приговоры, все абсолютно, все приговоры, связанные с статьями, применением статей об экстремизме, все несправедливы. Даже если человек совершил какое-то преступление уголовного порядка, его рассматривают как политическое преступление. И добавляют к тому сроку, который был бы, ну скажем, за нанесение тяжких телесных повреждений, по уголовному кодексу, еще и политическую составляющую. Если под чьи-то кулаки попался представитель какой-то иной национальности и есть задача посадить и отчитаться, что мы с экстремизмом боремся, мы с терроризмом боремся, галочку надо поставить. Полная бездеятельность ФСБ закрывается такими галочками и человек идет в тюрьму на длительный срок. Не на короткий срок, который предписывается ему другими статьями уголовного кодекса, а на длительный срок. И поэтому все без исключения, те кто осужден по 282 статье, все подлежат, все без исключения реабилитации и компенсации за нанесенный ущерб. Конечно, если по уголовному кодексу человек должен был отсидеть, скажем, 3 года, то за это ему компенсация не положена. А вот то, что ему добавили по 282 статье, компенсация и реабилитация по 282 статье, потому что это действительно статья исключительно политическая. И все, что добавлено там другими законодательными нормами о борьбе с экстремизмом, терроризмом и так далее, все это имеет политические аспекты. Мы прекрасно видим сейчас фальсифицированная политическая система, захват государственной власти, отсутствие законодательства, которое защищает политические, социально-экономические, социальные права граждан. Это следствие захвата власти, во-первых, изменниками и негодяями по жизни, они были негодяями где-то в своей частной жизни, теперь их негодяйство распространилось на всю страну. И это совершение государственных преступлений. Жертвами этих государственных преступлений стали сотни людей и тысячи, может быть уже десятки тысяч авторов, чьи произведения признаны экстремистскими. Ну там полно всякой глупости в этих списках, то есть абсурд продолжается. Те, кто захотят приобрести эту книгу, она стоит 500 рублей, переведут мне эти деньги на карточку Сбербанка, напишут мне свой точный адрес. Эта книга никогда не будет продаваться в путинских книжных магазинах, пока этот режим не пойдет. Эту книгу не возьмет никто, потому что они боятся, они боятся. И поэтому эта книжка вышла очень ограниченным тиражом, совсем маленьким тиражом, даже по сравнению с теми тиражами, которые сейчас, в общем-то, все тиражи маленькие, а это крохотный тираж. И эта книга необходима для тех, кто хочет знать реально, какие доводы используют негодяи и тупицы, привлеченные для организации политических репрессий. Которые хотят знать содержание той клеветы, которая возводится на политзаключенных, на подсудимых по политическим статьям. Какие политические установки отражаются в тех фальсифицированных экспертизах, которые предъявляются суду и которые суды всегда считают истинной в последней инстанции. И это документированное свидетельство, кто конкретно занимается политическими репрессиями. И в будущем русским правительством эти люди должны быть осуждены на длительные сроки. Все их преступные деяния должны будут расследоваться. И пострадавшие от этих деяний люди освобождены из места заключения. И за счет этих негодяев, которые плодили эти безумные экспертизы и безумные приговоры, должна произойти компенсация этим людям за понесенный моральный ущерб, за то, что они находились в течение длительного времени в местах заключения. Я призываю граждан к тому, чтобы документировать все подлости, все без исключения подлости, документировать, выкладывать их в сети. Потом все это дело надо будет как-то консолидировать. Вот я делаю все, что могу. Свои собственные сочинения в виде мнений экспертов я собрал и обстоятельства дела постарался здесь изложить каждый раз. И это свидетельство против ныне действующего режима, против конкретных лангснехтов этой новой номенклатуры. Они все должны понести наказание. Фамилии указанные здесь, указанных экспертов, прокуроров, судей, следователей и экспертов указаны. И эти люди должны, сами тоже должны знать. Мы каким-то образом должны им сообщить, что мы видим их преступное деяние. Аргументация по поводу того, что эти деяния преступны присутствуют в этой книге. И я прошу поддержки у тех, кто будет или слушать этот ролик, или рискнет заказать у меня эту книгу. Прошу поддержки в дальнейшей моей деятельности и деятельности других правозащитников. Например, Елены Рохлиной, которая действительно как подвижник защищает людей, несмотря ни на какие там политические расхождения или мировоззренческие расхождения. Правозащитная, русская правозащитная деятельность должна продолжаться и интенсифицироваться. Для этого нужны средства. Ну, в частности, вот чтобы издать эту книгу, пришлось собрать средства. И спасибо тем, кто перечисляет мне деньги за русские новости на поддержку этого проекта. И с помощью этой поддержки я могу продолжать эту деятельность, которая ведется уже мной более 10 лет. Конечно, я не могу вести ее профессионально каждый день. Я не являюсь адвокатом, не являюсь юристом. Но я являюсь специалистом, чья специализация непосредственно касается тех экспертиз, которые фабрикуются в ныне действующей системе государственной власти и являются основой для противозаконных неправосудных приговоров. Я надеюсь, что когда-нибудь все эти досье, которые написаны мной или написаны, скажем, Юрием Мухиным, он тоже в своих книгах подробно описывает и в своих сочинениях подробно описывает тело движения воровской власти, организовавшей судебный беспредел. Других авторов, тех, кто еще не написал или пишет свои книги. Это досье должно лечь в основу масштабным политическим процессам, которые реабилитируют политических заключенных и за нарушение прав граждан, за нарушение, прежде всего, их политических, но и социально-экономических прав тоже, посадят за решетку всех путинских негодяев. И это будет по-настоящему русская власть, честная и справедливая, действующая только по закону России, русскую власть.